Продолжается-завершается наша образовательная программа к выставке Варвары Бубнова. Мы вчера как раз с Иваном Толстым обсуждали, как правильно на какой слог ставить ударение. Варвара Бубнова, буду говорить по привычке так, русский авангард и японские традиции. Мы в ходе образовательной программы постоянно смещали акценты в наших лекциях то в сторону русского авангарда, то в сторону японских традиций. Сегодня у нас в гостях вестящий специалист по Японии Александр Долин. Я думаю, что, наверное, где-то сегодня мы поговорим о японских традициях времен русского авангарда, потому что вы будете говорить о Серебряном веке. Япония говорит как раз о Серебряном веке японской культуры, который фактически был плотью от плоти русского Серебряного века. Вы будете удивлены, насколько русская культура, особенно русская литература, глубоко проникли в японскую почву. И какое колоссальное влияние оказала русская культура на Японию нового времени. Сегодня в это даже верится с трудом, потому что те грандиозные наработки, которые были достигнуты взаимными трудами русской и японской интеллигенции первой половины 20 века, по сути дела уже наполовину погребены в песках времени. И сегодня влияние русской культуры уже отнюдь не так сильно ощущается в стране восходящего солнца. Причем угасание этой традиции я наблюдал сам, проведя там 27 лет. И я еще застал тех профессоров-русистов, которые были воспитаны отчасти русскими эмигрантами, но отчасти собственными учителями, первыми пионерами, так сказать, освоения русской культуры. И это была блестящая плеяда. Нынешние русисты многочисленные, они тоже по-своему, конечно, имеют свои заслуги, но это совсем не то уже поколение. А в массе японская интеллигенция наших дней уже приучена обходиться без русской культуры в основном. Что трудно было себе представить еще, может быть, лет 40 тому назад. В 1927 году Акутагава Рюноске, один из величайших классиков японской литературы 20 века, писал в предисловии к сборнику переводов его произведений на русский язык. Среди всей современной иностранной литературы нет такой, которая оказала бы на японских писателей и даже, скорее, на японские читательские слои такое же влияние, как русская. Даже молодежь, незнакомая с японской классикой, знает произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Одного этого достаточно, чтобы стало ясно, насколько нам, японцам, близка Россия. Мое предисловие кратко, но его написал японец, который считает ваших Наташу и Соню нашими сестрами. С этой мыслью и читайте написанную множество. Но мы еще поговорим о том, что восприняла Акутагава из русской литературы, а пока начнем с позднего Средневековья. И я хотел бы просто сказать несколько слов о той почве, на которую упали семена русской культуры в конце 19 века. Дело в том, что, как вам, вероятно, известно, на протяжении более двух с половиной веков Япония была закрытой страной, в которой любые контакты с иностранцами считались преступлением. И единственным окошком в Европу была голландская фактория на юге страны, в Нагасаде. Да, собственно, купцы, пребывавшие в этом факторе, весьма немногочисленные, имевшие монополию на торговле с Японией, голландцами, они тоже были под бдительным наблюдением скрытой полиции и практически почти не имели права передвигаться по Японии. Страна была изолирована от мира и восприятие иностранцев было, наверное, такое же, как в Советском Союзе среднего периода. Однако в 1720 году был принят закон о ввозе западных книг, которые тоже были полностью под запретом. Если вы помните, в Советском Союзе их тоже не было. Ну вот ввоз их разрешили и в очень небольших количествах книги опять-таки через Голландию. При всем том, собственно, европейцы в ту пору, нельзя сказать, что были чрезвычайно образованы и все знали об этом мире, но японцы получали только крохи знаний. Ну, а у европейской литературы они не знали просто ничего, потому что европейская литература была им на 100% недоступна. Однако в Японии, как ни странно, именно в этот период, в так называемую эпоху Эда, то есть с 17 по середину 19 века, пышным цветом расцвела собственная литература, которая не только сопоставима по значимости с европейской, но я считаю, во многом ее превосходит. И количественной, и качественной. Япония была исторически еще со времен раннего средневековья страной, ну, конечно, не всеобщей грамотности, но очень высокой грамотности. То есть в среднем по стране грамотность населения составляла порядка 30%. Это при том, что в екатеринские времена, если я не ошибаюсь, в России она не достигала и 3%. А в городах грамотность была, ну, не совсем уж поголовная, но фактически все, кроме чернорабочих, были людьми грамотными. При этом японская грамотность подразумевала не только умение прочитать и подписаться. А это была книжная грамотность. То есть те люди, которые действительно научились читать, читали книги и учились, в общем, по книгам. Поэтому степень освоения классики в Японии была всегда чрезвычайно высокой. Даже народный фольклор всегда был густо замешан на классике, на аллюзиях, отсылках к классическим произведениям. И наоборот, классические романы часто тоже давали отсылки к каким-нибудь большим сборникам фольклорных, по ссылке, буддийской прозы. то есть вот эти две линии как бы два пласта культуры элитарная и народная низкая, соприкасались и местами тесно переплетались. В отличие от Европы, кстати. и особенно от России. Ну, я собственно хочу сказать, что к тому моменту, когда в 1868 году в Японии произошла революция, иногда это называется реставрация Мэйди, то есть было свергнуто правительство Сигуната и восстановлено абсолютное правление императора, которого Япония не знавала где-то так с 12 века. К этому времени нация была уже очень хорошо подготовлена к восприятию иных культур. несмотря на свою изолированность. Потому что грамотность и образование составляли как бы духовный стержень японской нации. Надо сказать, что именно в эту эпоху Эду, перед открытием страны для иностранцев, например, Япония первой, конечно, в мире, породила такой феномен как массовая литература. Причем эта массовая литература по моим оценкам нисколько не уступала современной массовой литературе американской, французской или вот сейчас уже и российской. То есть сотни писателей выпускали тысячи книг в специальных сериях детективы поучительные дидактические истории буддистские притчи стилизованные сатирические романы и так далее и так далее. Издательские дома, которых было очень много, специально заказывали своим авторам, а также художникам, огромные серии произведений. как происходило открытие страны, все это было непросто, сопровождалось конфликтами, но поскольку в Японии правящие груди всегда отличались здравомыслием и во времена Сёгунов, и далее во времена абсолютной монархии, даже сейчас, в общем они предпочли не обострять отношений с англичанами, американцами и русскими и в конце концов открыли страну, открыли порты для торговли. Но действовали они по принципу если революцию нельзя остановить, то надо ее возглавить. И так они и сделали. То есть сразу же после реставрации императора, после кратковременной гражданской войны, которая закончилась реставрацией и приходом власти императора Мэйди, начались полномасштабные реформы во всех областях политики, экономики, культуры, образования. И Япония фактически за какие-нибудь 20 с небольшим лет полностью модернизировалась и превратилась в могучую восточно-азиатскую сверхдержаву, о чем мир с удивлением узнал в 1904 году во время русско-японской войны. К этому времени Япония уже была колоссом. Ну, учитывая, что все события, связанные с реставрацией, произошли в 1868 мы видим, что весь путь от фактически феодальной и отсталой в политическом и экономическом смысле богом забытой восточной островной страны до гигантского колосса и сверхдержавы был пройден ну, меньше, чем за 30 лет. Ну, если мы сравним с событиями 1991 года и отсчитаем соответствующий срок, то мы видим, что не все страны сумели пройти за это время подобный путь с такими результатами. Мало того, Япония уже в 70-е годы 19-го века как бы встала на путь вестернизации. Ну, поначалу это была такая всеобъемлющая тенденция и многие призывали к тому, чтобы вообще отбросить все японское одежды, причесок многое отбросили. В частности, элитарное сословие самураев было упразднено, были упразднены одежды традиционные, прически самураисти и многое другое, но в общем-то в конце концов лидеры быстро опомнились и поняли, что путь к прогрессу лежит не в уничтожении собственной культуры, а в плодотворном синтезе востока и западной. поэтому были созданы передовые по тем временам университеты начиная с 80-х годов и впервые были созданы школы по европейским образцам, были основаны газеты, журналы и все они с необычайной скоростью развернули деятельность в полном масштабе, что позволило Японии в кратчайшие сроки преодолеть целые этапы культурной эволюции, но они, японцы, прошли но в сжатые сроки. Все большие стилины, все эпохи больших стилей, классицизм, романтизм, далее символизм, все это за буквально 15 лет. Причем создали замечательные произведения и в литературе, и в жилписи, и в скульптуре, во всех этих стилях. И в конце концов по сути дела выровнялись, достигли уровня европейской культуры и литературы того периода. этого уровня они достигли где-то так примерно в конце первого десятилетия 20 века. А до этого восприятие европейской культуры шло довольно-таки спонтанно и фрагментарно, хотя университеты уже работали, но в них приглашали довольно случайных людей из Англии, из Франции, из Германии и из России. нас в данном случае интересует больше Россия. Поначалу для японцев не было большой разницы между европейскими странами. То есть они понимали и знали, что страны разные бывают, но не было такой страны, которая казалась духовно ближе японской нации. Но старались воспринимать все хорошее, что можно было найти. Из французской литературы, скажем, взяли натурализм, который пустил глубокие корни японской литературы. Из английской литературы больше всего повлияло на, скажем, романтиков восьмидесятых и начало девяностых годов классическая английская романтическая поэзия, то есть нанипаем. А Шелли, Титц, Горцворд, под их влиянием японская школа романтизма расцвела и получила всеобщее признание. И до сих пор распевают песни, сложенные поэтами того периода в Японии. Но что касается русской литературы, она чуть-чуть задержалась и стала впервые появляться где-то в 80-е, в конце 80-х годов. Считается, что проводниками русской культуры в Японии были три учреждения. Это Татистий университет иностранных языков, которым я имел честь 12 лет проработать. Православное семинарие, которого возглавлял Святой Николай Японский, и книжный магазин собственно корпорации книжный магазин Мару Цзен, который поныне в общем процветает. Это большая сеть магазинов во всей стране. Ну магазин Мару Цзен играл роль такого канала, через который вообще проникала вся западная литература, но в том числе и импортировалась, и русская. на русском языке переводами занимались люди в общем очень хорошо обученные. Первым замечательным переводчиком русской литературы был писатель Табатеи Семей, который как раз окончил Татийский университет иностранных языков русское отделение, и его учителем был эмигрант Николай Грей. русский русский он освоил просто превосходно и за свою жизнь перевел несколько десятков романов Толстого, Достоевского, Чехова, Тургенева, начал он с Тургенева. И мы еще скажем о деятельности в Табатеи отдельно. Что касается семинарии и далее о Духовной Академии в Токио, которую возглавлял Святой Николай Японский, то поскольку Святой Николай ставил своей задачей развития миссионерской деятельности, то при Академии издавалось три журнала на японском языке, где работали профессиональные переводчики и все эти три журнала фактически печатали переводы из русской литературы. Они издавались много лет и пользовались в общем-то большим успехом. Где-то в 80-е годы еще до прихода в Табатеи профессионального переводчика уже делались переводы русской литературы с английского. первым таким опусом была капитанская дочка которая вышла в 1883 году под названием «Сердце цветка» и «Думы бабочки». Ну, потом в 86-м году вышли отрыхти книжки вышли отрыхти из «Войны и мира». В начале 90-х был опубликован перевод Бориса Годунова причем именно в журналах Духовной Академии. Но все эти переводы вообще-то большого успеха не имели. Но они воспринимались наряду с другими переводами западной литературы достаточно случайного отбора. И вот только с приходом в Табатея который вдумчиво читал отбирал и далее переводил произведения русских классиков ситуация изменилась. Первым русским писателем заслужившим всенародное признание в Японии стал Тургенев. Что в общем-то неудивительно но удивительно другое. Хотя Тургенев конечно был замечательным мастером пейзажа лирической прозы и романтических романов но поначалу он прославился почему-то в Японии как некий лидер и духовный отец русского нигилизма в связи с романом отца и денег но потом восприятие изменилось и далее в основном конечно читали Асю Рудина и особенно Тургеневские записки охотника и стихотворения в прозе имели огромнейший успех потому что они были очень близки по так сказать мировосприятию японцев все это переводил лично вот Табате и Шимей записки охотника повлияли на прекрасного японского писателя Кунекида Доппа который буквально учился у Тургенева пейзажным зарисовкам и Доппа издал вскоре после публикации перевода Тургенева он написал свою книгу чисто пейзажные скетчи под названием Равнина Мусаси это замечательная книжка переведенная на русский язык и действительно мы можем там уловить большое сходство с художественной манерой Пургенева но не только скажем и прочувствованные пейзажи вызывали восхищение японцев их прежде всего привлекал конечно вселенский гуманизм русской прозы стремление к высоким идеалам которые свойственны героям прежде всего Тургенева но не только естественно и и вообще сама это концепция воли и вольной жизни которая пронизывает всю русскую литературу духовной свободы духовной свободы японцам всегда не хватало ну в конце этой лекции мы перейдем непосредственно к поэзии и увидим собственно чего им там не хватало но Япония была всегда страной хоть и очень духовной но эта духовность была зарегламентирована и любые попытки ухода от этих регламентаций они были шреваты большими неприятностями хотя мы такие попытки можем найти в основном в лице разных дзенских эксцентриков но тем не менее в матче своей для японцев вот это вот полета вольное стремление оно было совершенно нетипично и в России неожиданно они обнаружили именно то чего им не хватало и вот например знаменитейший японский поэт жанра танка Исикава такубоку народный поэт написал такое стихотворение роман Тургенева его я в поэте читал долина Исикари проезжает где падал мокрый снег ну это далеко не единственное стихотворение того же Исикава такубоку посвященное России в общем Россия неожиданно стала открываться для японцев как страна духовных исканий высоких стремлений благородных женщин отважных мужчин и вот в таком вот качестве появлявшиеся переводы русской классики уже воспринимались и писателями и читателями и каждый новый перевод становился откровением и вот тут уже русская литература обособилась от общего потока западной литературы и заняла совершенно особое место в сознании японии но это обусловило и отношение к России в целом и хотя на политической арене России и Японии как известно конкурировали и в конце концов вступили в открытую конфронтацию но известно что например японцы победители в этой войне по рыцарсти относились к русским военнопленным содержали в самых привилегированных условиях офицеры вообще пользовались можно сказать всеми свободами но даже рядовые солдаты и матросы были окружены всеобщим вниманием заботой и это такая славная страница в истории взаимоотношений между странами потому что тому времени Россия уже в сознании простых японцев заняла вот такое особое место ну конечно до сих пор вероятно самым читаемым и самым популярным русским писателем в Японии как и во всем мире остается достоинством в 1792 году впервые вышел перевод преступления наказания на этот первый перевод появилось около 70 рецензий понимаешь что это такое нынешние книги даже очень популярны но бывает там 10 15 ну хорошо 25 рецензий то есть это было потрясение для Японии потрясение это было в разных аспектах потому что с одной стороны для японцев открылась такая социальная проза которую раньше они просто не знали ну то есть так были какие-нибудь отдельные переводы романов Гиттинса социальные конечно направленности но они так не воспринимались преступление наказания прозвучало как политический роман психологический концентрированный психологический роман с другой стороны ну и в общем-то как впоследствии выяснилось японцы были очень предрасположены к такому интроспективному самоанализу они раньше это очень любили но уже в новое время от французских натуралистов например от Золя они переняли такой роман который сами переделали трансформировали и создали свой эго-роман то есть роман о собственных переживаниях это страшно скучный вообще говоря жанр но японцам он до сих пор нравится а преступление наказание это совсем не скучный как мы знаем роман и отличающийся глубиной вот этого психологического анализа человека вот переводов с тех пор преступление наказание в разных вариантах выходило порядка наверное 50 это вообще типично для японской литературы ну в связи с тем что во-первых язык японский быстро прогрессирует и старые переводы устаревают ну а во-вторых просто очень велика профессиональная конкуренция много переводчиков понимаете у нас переводчиков японской литературы ну скажем классической человек 5 сейчас да и раньше было так а в Японии их человек 500 примерно около этого ну все переводят не так по много но переводят у нас наоборот стараются переводить больше но все равно так несопоставимый масштаб ну вслед за преступлением и наказанием последовали переводы братьев Карамазовых и идиота и бесов ну и собственно всего остального и ну вообще надо сказать что японцы очень любят издавать полные собрания сочинений собственные и переводные ну в порядке информации могу сказать полное полное собрание сочинений Толстого где-то на русском это порядка 90 томов и на японском примерно столько вот оно выходило трижды в разных переводах ну коллективных но я потом упомяну еще директоров переводчиков которые старались сделать нечто ну скажем перевести 10 томат Пушкина единолично такое тоже бывало но факт тот что там была колоссальная вариативность у нас один раз перевели классический японский роман больше никто даже не думает повторить японии как раз наоборот каждое новое поколение обязательно предлагало несколько новых переводов русской власти ну не только русской но русской особенно поэтому так же было и с полным собранием сочинений Достоевского и Чехова и Тургенева все полностью все перевели и прокомментировали да ну очень много людей над этим работало Толстой тоже конечно занял особое место в сознании японцев но это был период когда Толстой вообще властвовал умами и европейцев и американцев и Толстовского как учение было чрезвычайно популярно японцы были просто без ума от Толстого и от Толстовства причем надо сказать что в отличие от советского периода и постсоветского восприятие русской культуры в Японии шло очень часто через прямые личные контакты то есть японские писатели сами ездили в Россию к Толстому например ездили братья Токутоми один был Токутоми Соху был крупнейшим издателем а Токутоми Рока был известнейшим писателем они ездили по очереди в Ясную поляну встречались с Толстым и потом на родине пропагандировали его учения все основные произведения Толстого были конечно переведены его концепция непротивления злу насилием тоже оказалась как-то очень близка японцам и в значительной степени соотносилась с буддистим учением толерантности восприятие всего сущего позитивном плане толстовство не просто распространилось как зарубежное учение а некоторые японские писатели всерьез пытались создавать толстовские коммуны наиповских островах ну не очень-то у них это получилось но в общем попытки такие имели место например известный писатель привлекало толстовом прежде всего такое гармоническое слияние субъективно-лирического и объективно-реалистического начала дело в том что у японцев при всем многообразии их литературы скажем эпохи эду предшествовавшей новому времени таких романов практически совсем не было были или авантюрные романы таких было очень много или скажем там какие-то эротические такие пикорейские тоже приключенческие но в общем довольно много была сальная сатира но вот такого всеобъемлющего психологического реалистического романа не было совсем западные романы скажем Бальзака Диккенса переводились Флабера и они в общем оказывали свое влияние но влияние не сопоставимое с русским классическим романом например когда вышел перевод Воскресенье Толстого он произвел невероятный фурор и Катюша Маслова стала любимейшей японской народной героиней по этому роману снимали ранние японские фильмы ставили спектакли слагали песни я вам процитирую потом песни у меня есть и ну тут конечно сама героиня оказалась тоже как бы масть потому что в Японии женская такая вот женская доля женщина попавшая в дом терпимости в силу злой судьбы и далее скажем любившись и страдающие это был традиционный сюжет японских драм и некоторых романов но без глубинного психологизма а здесь впервые вот такая женская натура высветилась в полном объеме и японцы ее полюбили всей душой в общем в русском романе японские писатели стали видеть образец они видели слияние этих двух начал поэтического и глубинно аналитического именно то именно в том сочетании которое им было близко надо сказать что знакомились не только собственно с шедеврами русской классики но также и с теорией переводились статьи Беллинского Добролюбова и их печатали в литературных журналах на них опирались японские теоретики новой литературы скажем знаменитой литературы вед но отчасти переводчик Цубо Чи-Сюя не знавший русского языка он опирался именно на теорию народности Беллинского Добролюбова в своей полемике против эстетики Эдуарда Гартмана который пропагандировал совсем другие духовные цели что касается например Гоголя Гоголь не был настолько близок к японцам поначалу но тут вероятно сказалось его сложность может быть и сложность перевода в чем-то Гоголь в общем он не был так востребован так как Тургенев Чех тем не менее со временем вот тот же в Табате Семей великий переводчик русской литературы он сразу же уловил истинное значение Гоголя и стал его активно очень переводить и через некоторое время его переводы Шинели и прочих гоголостных рассказов стали буквально привлекать сердца японцев тема маленького человека надолго утвердилась в японской литературе стала просто одной из излюбленных тем но не только это например Тарас Бульба гоголевский тоже очень импонировал его перевели чуть позже но тем не менее когда вышел Тарас Бульба японцы увидели неожиданно нечто вроде такого самурайского романа на русской почве и это их потрясло они поняли что в общем-то в России тоже есть такие героические личности и об этом много писали обсуждали дело было как раз перед русско-японской войной и вот считается что Тарас Бульба тоже повлиял на отношения японцев к противнику то есть они стали относиться к русским как к достойным противнику собираем а это очень существенно потому что хотя парадоксально но факт самурайское сословие было упразднено после революции но самурайское воспитание очень скоро охватило широчайшие слои гражданского населения и особенно стало популяризироваться в армии то есть самурайский дух стал всенародным если раньше самураи которых насчитывалось порядка двух небольших миллионов они были элитарным сословием и ну считалось среди цветов красуется сакура среди людей самурай в общем уже в эпоху Мэйди то есть после революции Мэйди самураи так не красовались внешне не выделялись им запретили носить за поясом два меча но зато самурайская идеология вообще самурайский дух стали стержнем формирования новой японской культуры японской этики ну в этом смысле Гоголь стал для них тоже открытия в то же время Гоголь как мы знаем был непревзойденным мастером социальной политической сатиры что для японцев было ну не то чтобы уж совсем в новинку попытки социальной сатиры имели место еще в 18 веке ну такие завалированные они были в духе я бы сказал свифта и действительно есть такие романы больше чем один которые совершенно сопоставимы с приключениями Гулливера но это немножко не то а когда познакомились с ревизором с мертвыми душами стало ясно что вообще-то можно писать о властях придержащих вот в такой вот манере и социальная сатира стала проникать в японскую в сознание японской интеллигенции многое надо было осваивать как бы с нуля вот это вот настоящая политическая сатира она пришла из России в Японию там отчасти укоренился но тут вообще Гоголь ну Гоголь же как известно мастером смеха сквозь слезы он был человек патриотичным и все его сатирические произведения были направлены на ну как бы на улучшение ситуации в России это очень импонировало японцам потому что в новое время вся японская идеология строилась на том что надо делать все возможное для укрепления роста страны то есть если ты можешь служить в армии служи в армии если ты можешь писать романы соответствующие укреплению так сказать государственности пиши романы выполняй свой долг перед общественностью и в этом смысле Гоголь тоже был близок и вообще он изменил представление японцев о смеховой культуре потому что сатиры и юмор я повторяю они существовали в Японии средневековой особенно позднем средневековье была очень изощренная сатира и очень тонкое чувство юмора была очень развита литературная пародия там всевозможные памфлеты пилитоны писались но смеяться открыто в общем-то считалось не очень прилично считалось что людям воспитанным в частности самураям вообще не пристало смеяться в этой жизни да если уж смеяться то это должно в общем сводиться к такой полу так считалось пристойно себя держать налюк а вот так хохотать и ну в общем проявлять свои эмоции открыто могло только простонародье оно это и делало в общем-то в театре кабуки но интеллигенция она несколько отстранялась подобного восприятия но с приходом произведения Гоголя ситуация стала сильно меняться и в конце концов в общем-то японцы научились смеяться над собой смеяться и над другими смеяться в общем научились хотя отступая от основной темы могу сказать что с чувством юмора у современных японцев не все в порядке они как раз потеряли видимо интеллектуальную основу на которой строился их юмор тогда в эпоху эда и сегодня основные так сказать юмористические скетчи которые можно увидеть в прессе на телевидении особенно они большей частью сводятся к тортам мор или там залезть девушке под юбку всех охотишь это очень типично опять юмор опростился если раньше он был таким интеллектуальным и литературным которому это то к чему тяготеет наш юмор построенный на анекдоте с недоговоренностью и все понимают о чем речь то японцы совершенно не понимают о чем речь и я вот в этом самом университете иностранных языков который воспитал не одно поколение славных переводчиков русской литературы я тоже воспитывал переводчиков русской литературы надо сказать это было нелегко потому что в первую очередь потому что они не дурно владели русским языком но совершенно не понимали русского юмора и я несколько лет вел семинары под названием газпират под названием российская действительность через призму анекдота и это было сложно потому что они в течение года шел семинар и первые несколько месяцев они никак не реагировали то есть каждое слово в любом простейшем анекдоте надо было ну мы в основном социальный анекдот все надо было разжевывать они ничего не понимали все время спрашивают действительно а где смеяться но потом постепенно как-то они уже вот стали они знали язык и постепенно они втягивались и в общем уже начинали понимать кое-что где начинать смеяться и это было очень забавно смотреть потому что была группа ну там человек 15 и вот мы читали какой-нибудь новый политический анекдот и человека три смеяли остальные чесали с затылка но к концу курса уже больше почти сел ну поэтому им конечно поначалу было не очень легко с Гоголем но тем не менее в общем традиционный такой вот юмор до эпохи Мэдзи он как бы делился на элитарный вот совсем элитарный с пародиями на поэтическую классику и юмор ниже пояса вот сейчас возобладал тот самый вот юмор ниже пояса который когда-то был признаком низкой массовой культуры к сожалению да ну вот вот японский знаменитый критик того периода на Борисомов когда он писал о Тарасе Бульме в основном и вообще о Гоголе он писал так как мы гордимся японским духом так и они русские гордятся своим славянским духом кто сильнее мы южане или они северяне безрассудная храбрость повесть в которой Гоголь это могучая опора русской литературы обстоятельно рассказывает что такое русский дух все это близко нам и заставляет задуматься об основах нашей культуры в общем кстати критики очень много вообще писали в литературных журналах о русской классике о русской культуре и интерес к творчеству Гоголя сильно вырос уже в десятые двадцатые годы в основном под влиянием социальных изменений и под влиянием революции в России и нарастание социального недовольства в Японии вот эта гоголевская социальная сатира стала восприниматься по-новому но опять все произведения Гоголя были переведены на японский язык и мертвые души например переводились семь раз разными переводчиками ревизора начали ставить и по-настоящему как бы осмысливать только в 1925 году в малом театре Цукити который был скопирован с русского с российского мхак и основателем этого театра стала Санай Кауру верный последователь системы Станиславской вообще весь новый театр европейского образца в Японии тоже возник под влиянием русского театра в первую очередь мхата и системы Станиславской Гоголь оказал неожиданное влияние на нескольких великих японских писателей например Акутагава Вереноски написал рассказ который был вдохновлен Гоголевским Носом Рассказ называется Бататовой Каши Ну Гогольский Нос надеюсь вы помните как там Нос убежал от поручика Ковалева Акутагава ситуация как бы обратная там старый монах переживает от того что у него огромный уродливый нос свисающий и он стремится от этого носа избавиться и так и эдак и там пытается его отдавить и пытается его сварить и пытается его впустить в конце концов ему удается действительно укоротить нос но ничего хорошего не происходит жизнь его от этого к лучшему не меняется вторым писателем который тоже вдохновился тем же рассказом был Абе Коба который в 51 году опубликовал первую свою первую повесть под названием Стена ну и там ситуация сильно напоминает в общем голодовости носа в период русско-японской войны русская классика не была запрещена во вторую мировую войну она фактически была запрещена а во время русско-японской войны нет наоборот японцы с огромным любопытством зачитывались русской классике с новой силой потому что они естественно были заинтересованы хотели узнать психологию противника и хотя Россия потерпела в общем-то сокрушительные поражения но эффект от русско-японской войны для обеих сторон был неожиданным страны сблизились еще в период русско-японской войны в Японии зачитывались и все цитировали статью Толстого по манифесту Толстого одумайтесь антивоенной такой памфлет многие японцы цвет так сказать японской интеллигенции призывались следовать призывам Толстого и остановить это безумие вообще не воевать против России потому что ну во-первых это просто нехорошо в плане непротивления а во-вторых все-таки Россия великая духовная страна знаменитая поэтесса лучшая поэтесса 20 века Ясана Атику в тот период написала такое стихотворение обращенное к брату который воевал на фронте в то время в Порт-Артуре под Порт-Артуром стихотворение такое и что тебе твердыня ну это не сначала и что тебе твердыня Порт-Артура пускай падет или устоит навек купец твой предок а не воин хмурый не завещал разбойничий навек сам государь не идет на поле брани в бой не ведет нас во влаге колонн когда и в правду он сердец избранник то разве может слепо верить он что доблестно лить кровь людей как воду за жертву в поле рыскать как зверью и пасть таким велением в угоду не отдавай любимой жизнь свою о вспомни милый брат за дальним морем что одиноко в водовстве своем убелена тревогами и горем мать ждет тебя в твой опустевший дом так в царствовании что за кротость славит по сыну плачет мать в родном краю и бросится на смерть ее оставить не отдавай любимой жизнь свою ну и так далее это перевод Веры Марковой учения Толстого вообще голос Толстого в годы русско-японской войны продолжали звучать на всю Японию и уже после окончания русско-японской войны новый поток русской литературы хлынул в Японию причем уже писатели второго ряда третьего Андреев Гаршин и многие многие другие были переведены и в общем добились популярности насчет воскресенья я уже сказал заново был переосмыслен роман война и мир период русско-японской войны японцы полюбили войну и мир и с тех пор тоже много раз его переводили в разных вариантах и экранизировали вот кстати да по мотивам воскресенья был поставлен спектакль и театральная звезда того периода Мацуи Сумак играла Катюшу на сцене она пела песню вот ее перевели звучало она так Катюша родная печально расставаться пока еще снегом в дороге заметает помолимся Богу тарарарара Катюша родная печально расставаться всю ночь напролет с неба падает снег не видно тропинки тарарарарара и так далее японцам очень нравилось можно спросить там же была история с обручем еще что по-японски это обруч или что-то такое потому что она там надевала ну да было много символов которые японцы воспринимали действительно очень трогательно и все связанное с Катюшей Масловой в общем стало некой легендой потом эта же песня милая Катюша и точно Катюша стала любимой песней шахтеру почему это выходила на берег Катюш да что-то такое японская Катюша пропустим про Катюшу очень длинная песня да ну вот Толстого в Японии полюбили настолько что некоторые переводчики сделали взялись за переводы его сочинения единолично сделав это дело в своей жизни например вот Яныкао Масао издал собственноручно 23-тонное собрание сочинений Толстого в 1946 году ну я повторяю некоторые издавали такие же свои собрания сочинений Чехова Горького самое печальное в этом всем что это был напрасный труд почти напрасный потому что как я уже вам сказал переводы устаревали буквально в течение каких-нибудь 15-20 лет и уже следующее поколение требовало нового перевода потому что старый звучало как архаизм это конечно ужасное свойство японского языка то есть вот сегодня отступая немножко тоже от темы понимаете сегодня японская классика потрясающая совершенно одна из величайших традиций литературы в мире она в значительной степени доступна русскому читателю потому что переводов много еще более она доступна англоязычному читателю в каком-то смысле франкоязычному германоязычному читателю она тоже доступна и читается она просто здорово а вот японскому читателю она недоступна а потому что ее надо читать как бы в оригинале а оригинал это старый японский которые современные студенты ну школьники немножечко учат вообще хобун так сказать старый японский но этого недостаточно для того чтобы читать настоящую японскую классику это для них очень сложно есть множество изданий с комментированными там текстами даже с параллельными текстами с переводом более-менее подстрочным на русский на современный язык но и это им сложно ну просто тяжело они уже не приучены читать такие вот серьезные классические тексты поэтому они их и не читают вообще к сожалению и ну это просто я считаю трагедия японского школьного образования они с 1947 года просто под влиянием реформы инициированной американцами они включили из школьного образования во-первых китайский язык а Япония была всегда билингвистичной страной и во-вторых свели к минимуму изучение старояпонского а предмет японская литература вообще выпала из школьной программы его просто нет а есть только предмет под названием родная речь кокуго то есть именно родная речь не литература и направлен этот предмет который изучают много лет на изучение родной речи а не литературы хотя в качестве иллюстрации в этих маленьких учебничках встречаются фрагменты мелкие из великих шедевров японской классики с восьмого века буквально и до девятнадцатого но это малюсенькие переведенные на современный язык фрагментики совершенно разрозненные и нисколько не предназначенные для изучения системного как именно конкурс литературы но в результате в результате послевоенные поколения японских молодых и уже совсем немолодых людей от своей литературы ушли очень далеко и за четверть века с лишним что я там преподавал в частности японскую литературу я не встретил ни одного студента который бы прочел большое произведение японской классики целиком еще маленький какие-нибудь там эссе или там какие-нибудь дневник там басё это да может быть а вот большой роман там повесть о Гензе например который переведет в частности на русский язык замечательный роман очень изысканно и читается в общем нетрудно в большем удовольствии но для японца читать его это страшное мучение да и даже японская поэзия которую мы с вами можно сказать хорошо знаем для японцев современных известно ну разве что только по именам некоторых классиков вроде басё и бусона да и то да и то когда цитируешь японцев я это много раз проводил какой-нибудь трёхстиший басёк произношу по японски например караээда ни карасу то маэтаару я а кинокуря на голой ветке вор сидит одиноко осенний вечер прошу знаете чьё произведение не не знаю всеобщий ответ в России практически все знают почти ну кто немножко интересуется восточной литературе потому что его нигде никто не приводит в учебниках родной речи да но так было не всегда до войны всё-таки было всё немножко по-другому и японская интеллигенция была вообще несколько другой это я точно знаю во-первых потому что я сам занимался писал книги по тому периоду а во-вторых потому что я ещё встречал живых представителей последних той интеллигенции мастодонтов которые ныне к сожалению уже конечно вымеры это были люди совершенно уникальные вот те самые которые воспитывались на русской литературе они знали не только русскую литературу они во-первых знали несколько иностранных языков китайский было обязательно в их программе как правило они знали конечно английский многие ещё и французский немецкий ну собственно как и положено интеллигентному человеку гуманитарии они очень много читали зарубежную класть причём так полный вот в чём отличие например современного университетского профессора скажем русской литературы и профессора скажем двадцатых годов оно отличие принципиальное современный профессор русской литературы может быть даже очень хорошим на таком русской литературе ну может быть не все но тем не менее допустим что он в общем прошёл курс русской литературы и много читал но зато при этом он не знает ни английской литературы ни французской ни немецкой ни испанской ни тем более португальской вроде Лопеда или он вообще про них не слыхал потому что курсов всемирной литературы ни в школе конечно там нет ни в общем университетах тоже практически нет или они сведены к совершенному минимуму а дома то есть в школьные годы вот как у нас читают и начитывают и начитывают вот послевоенный период ничего такого не происходит никто там ничего такого не начитывает всё читают только по школьной программе в основном ну в университете могут конечно кое-чего добирать но вы понимаете что если вы 12 лет 12 лет вы что-то другое делаете то в общем уже сложно добрать да так ну двинемся дальше пропуская кое-что в общем Анна Каренина оказала тоже колоссальнейшее влияние на японский роман и в общем открыла мир вот этого вот психологического романа семейного и любовного который тоже укоренился и ну такие писатели как вот Арисима Такеева например воплотили все эти принципы вот толстовского реализма в своем творчестве эти имена мало что вам говорят поэтому я не буду на них подробно останавливаться но факт что это было не просто это было не просто интерес это было именно влияние мощный импульс который преобразил всю творческую политру японской литературы вот такие писатели как скажем там Гомикава Джинпей стремились к всеохватному социально-психологическому роману вроде войны и мира вот Гомикава Джинпей написал после войны роман война и люди огромный где тоже в общем ну под непосредственным влиянием толстого но любимейшим автором японцев остается по сей день Чехов Чехов оказался необычайно близок японскому мировосприятию ну как-то вот он собственно он во всем мире достаточно популярен и до сих пор в России конечно нисколько не устарел и читать Чехова это огромное удовольствие но в Японии его переводы первые и особенно «Вишневый сад» стали буквально национальной классикой и до сих пор ею остаются в общем многие книги исследования посвященные творчеству Чехова тоже носят трогательные названия «Мой Чехов» «Мой любимый Чехов» любимые страницы в общем японцы обожают Чехова и вот в частности существует единоличный перевод это целый такой жанр в Японии есть название такое «Тандоку Яку» когда вот один переводчик берется за перевод всего и почти всего вот Чехова перевел Янакао Масао в 20 тома у нас наиболее популярное как я понимаю издание Чехова это 10 том чем японцев 20 тома но там скажем Хара Хисайичиро перевел Толстого в 47 томах единолично ну в общем это был не единственный кстати Чехов далеко не единственный единоличный перевод Накамура Хакуё выпустил свои 18 томов Чехова ну вы понимаете какие это вообще масштабы и каково было увлечение русской литературой западных писателей так не переводили хотя тоже выходили полное собрание ну коллективное там Чехов импонировал прежде всего вот своей такой душевностью тонкостью восприятия кроме того вот его симпатия к слабым к таким людям в общем не отличающимся героическими чертами это все японцам было близко они этого ждали и Чехов ну как бы стал для них отправной точкой для множества японских писателей да и вообще рассказы вот сами по себе короткие рассказы это для японцев был излюбленный жанр всегда всегда поэтому они они легко это воспринимают без напряжения если все это войну и мир надо было еще суметь прочитать то рассказы Чехова ну и пьесы тоже Чехова до сих пор не сходят с японской сцены знаменитый японский классик Танидзати Джина Чиро переводившийся очень много на русский язык написал роман мелкий снег но он иногда в английском переводе называется сестры Матиок он был воодушевлен тремя сестры Чехова но это более объемное произведение такой большой роман но тем не менее это известно что ну и наконец ну наконец трудно сказать потому что многие другие писатели проза эти власти России получили величайшее признание в Японии но наконец Горький Горький во первых Горький стал русским писателем который поддерживал самые тесные отношения личные личностные с японским писателем он с ними встречался до революции после революции сам он кстати в Японию так и не поют но к нему приезжали бесконечные японские писатели критики литературы веды он к ним относился с большим уважением и симпатией сохранилось огромное количество писем Горького но и наоборот Горькому соответственно из Японии то есть он следил за литературной жизнью Японии и они ему старались донести основные сведения о литературной жизни Японии произведения Горького печатались во всех литературных журналах причем именно как бы вживую они просили его присылать свежие произведения немедленно их переводили и отправляли на страницы журнала Горький составил целую эпоху особенно в 10-20-е годы когда вся Япония зачитывалась его романами рассказами ставили его драмы пьеса на дне стала тоже национальной японской постановкой на все времена особенно возрос интерес Горькому его авторитет после русской революции ну как известно Горький был ярым сторонником революции всячески агитировал за революционную действительность и во многом благодаря непосредственному влиянию Горького его письмам статьям в японской прессе русская революция стала восприниматься как сугубо позитивное явление в японии в основном и она вызвала целую волну социальных беспорядков бунтов в 1918 году там прокатилась по стороне волна рисов бунтов а далее ну не только под влиянием Горького но в общем-то при его лидерстве в японии возникло мощнейшее течение пролетарской культуры и в основном пролетарской литературы пролетария бунгапу нигде в мире такого явления мы не найдем это такой чистый японский феномен десятки авторов лучших авторов писали социальные романы среди них были те авторы что жили и учились в Москве непосредственно под влиянием так сказать коминтерна ну в частности публицист и политик Катаяма Сен похороненный у Кремлевской стены основатель японской компартии в 1922 году он ее основал он тоже принадлежал в плане литературы он принадлежал в движении пролетарской литературы и Миямото Юрик замечательная тоже пролетарская писательница много лет провела в России ну произведения русских советских уже писателей в тот период в 20-е годы очень много переводились но как бы главным проводником этой новой пролетарской культуры все равно был Горький потому что на него равнялись как на мировую величину признавшую советскую власть и ставшую ее опорой Горький был так популярен что например 40-летие его творчества где-то в 32-м году в Японии отмечалось более подбезно чем в России во множестве домов культуры состоялись торжественные заседания там засчитывались его произведения засчитывались приветствия от японского народа японские литераторы посылали ему приветственные письма и в 36-м году гибель Горького безвременную его смерть оплативали тысячи и тысячи японских поклонников по поводу его смерти в Японии писали крупнейший критик писал умер Горький это была крупная звезда которая непрерывно сверкала на протяжении полустолетия произведения Горького войдут в сокровищницу мировой культуры как вечно сверкающие жемчужины искусства ну и так далее ну и заключение прозаической части вернемся еще чуть-чуть Достоевскому я повторяю Достоевский наверное более всех был востребован в Японии и было много разных переводов но последним интерпретатором творчества Достоевского стал мой старый японский приятель Камаяма Ико известный японский русист он и пару моих книг перевел на русский на японский язык в свое время но он в общем приступил к Достоевскому с неожиданной стороны он перевел братьев Карамазовых таким совершенно осовремененным языком отбросив все лишние реалии отбросив отчество там отбросив ну в общем так чтобы это было понятно такое отвязанное японской молодежи эффект превзошел все ожидания и там было продано чуть ли не полтора миллиона экземпляров потому что японская молодежь просто обалдела от этого вот ну не то чтобы уж там совсем уж каким-то стеком нет но этот перевод сильно отличался от всех классических образцов потом он тем же манером перевел преступление наказание и даже написал братьям Карамазовым он написал собственноручные продолжения ну ну она не имела уж такого успеха но все но факт что интерес к Достоевскому был как бы возрожден и публика стала его воспринимать как очень современного писателя который поднимает актуальнейшие проблемы ну Достоевский действительно писатель на все времена поэтому да его можно и так воспринимать ну в заключение в заключение несколько слов о российской волне в японской поэзии нового времени я в свое время довольно много писал на эти темы публиковал там статьи это очень любопытно ну в общем мы уже понимаем почему японцы так любили Россию но в поэзии особенно поэтов почему они так любили вот я буквально зачитаю некоторые фрагменты своей статьи вот в истории мировой культуры существует немало мифов отражающих вековую мечту человечества об идеальной стране какой-то далекой манящей Индии духа но для японцев вот такой вот Индии духа стала Россия но в целом такие мифы могут быть условно разделены на две части то есть одна часть описывает идеальную страну где-то в потустороннем мире не тирай за пределами земными а другая другая часть описывает такое царство божье на земле и вот это вот такое белозерие вот царство божье на земле японцы увиделись именно в России ну такие мифы существовали скажем вот Греция это была Аркадия некая страна которая существует где-то здесь на земле земля обетованная древних евреев которая оказалась всего лишь там в 300 километрах от Египта где они много веков пребывали в рабстве ну и там какая-нибудь счастливая Аравия неведомая Индия вот Индией духа для японцев стала Россия и надо сказать что какого бы ни был образ этой земле обетованной но он оставался идеальным во все времена и до революции и после революции и во времена сталинских репрессий и во времена после сталинских хрущевских реформ и остается отчасти таким в общем и поныне хотя конечно уже несколько побледнел во всяком случае это был самый типичный миф о стране духовности и простор надо сказать что в России мы видим ответную реакцию и миф о Японии но это тема отдельных лекс естественно он занимает не меньше не меньше места в сознании российской интеллигенции чем миф о России занимал в Японии ну во всяком случае вот японские поэты переходя непосредственно к поэтам озвучили этот миф одним из первых кто проникся российской идеей был был Исикава Токубоку которого я уже сейчас только что упоминал он тоже посвятил большое стихотворение в период русско-японской войны России назывался он памяти адмирала Макарова и он скорбел о гибели великого российского флотоводца что было странно все-таки для поэта странный противник Исикава Токубоку зачитывался в тот период переводами Толстого и Достоевского и Тургенева и Горького и в конце концов стал ярым русофилом и вот он писал например кто меня упрекнет если поеду в Россию чтобы вместе с восставшими сражаться и в бою погибнуть это о революции 1905 года в России эта русская мечта не отпускала его всю жизнь вот он в частности писал русское имя Соня дал дочурке своей что за дивное чувство когда порою по имени ее зовут почему дивное мы не знаем а вот и еще еще более удивительное стихотворение почему сам не знаю русское имя Бородин весь день у меня на уме есть его большое программное стихотворение оно называется после бесконечных споров и оно посвящено расистям народников где он говорит о том что надо вот стукнуть кулаком по стулу и идти в народ идти в народ мы собираемся для споров для жарких дискуссий глаза наши горят не меньше чем у русских юношей полвека назад мы ведем бесконечные споры что делать но никто из нас не стукнет кулаком в острову и не воскликнет народ а ближайший друг так убогу и соратник его по имени Тоти Айка писал перечитывая вновь и вновь я снова скрываю слезы ой это книжка Тургенева в высвечем переплете или вот такую пальцем вдаль указал пространство преодолевая полечу туда где течет моя Волга ну поэты крупнейшего объединения березы сирокаба тоже очень много писали о России обращались к сюжетам сюжетам именно Толстого Достоевского и писали о героях дальше где-то в десятые годы такой русский след японской поэзии оставили поэты так называемой народной школы Мамото Соти Кукуда Масау и другие они все писали тоже о Толстом о Достоевском о Горьком упоминали проектировали русская тема была очень вдохновенно озвучена поэтам народникам Мамото Соти в хрестоматийном таком стихотворении под названием о Россия ты мчишься летишь о Россия ты мчишься летишь и в полете своем ты свободна мчишься ты надо всеми странами надо всеми мятежами и с варами и так далее ну это так сказать Гоголевская тройка написано это было в восемнадцатом году после уже русской революции и стала надолго таким манифестом мы уже заканчиваем заканчиваем да заканчиваем мы именно манифестами потому что почти все поэты увлекшиеся русской темой а их было множество и надо сказать что здесь немало немало участия в формировании такого восприятия особенно после семнадцатого года немало сыграли русские эмигранты та же Варвара Бубнова была близка с широким кругом японской интеллигенции прежде всего с художниками такими как Монаката Щико ну и с поэтами тоже в то время поскольку это была эпоха японского серебряного века сообщество поэтов и художников было как бы единым организмом существовали всевозможные кружки которые конечно взаимодействовали между собой существовали литературно-художественные журналы толстые журналы которые писали и о поэзии и о живописи и в общем русские эмигранты безусловно приложили руку к этой пропагане русского искусства и русского духа вот Мурвол Сайсей знаменитый писатель и поэт в своем первом сборнике тоже в восемнадцатом году вышедшем опубликовал целый цикл посвященный русской духовности например там у него есть такие стихи как портрет Достоевского вечер после первого прочтения братьев Карамазовы русские женщины там в частности он пишет откуда же такие прекрасные люди размышлял я устремляясь туда душою помыслы мои всегда стремятся к этой стране что породило столько войн и революций ну и так далее и так далее он написал также целый ряд литератур вечестих очерков скажем женщины в изображении Толстого женщины в изображении Достоевского люди трагической судьбы у Достоевского и так далее но и стихи он писал тоже все время при этом ну как я уже отметил в период пролетарской культуры 20-е и ранние 30-е годы о России писали десятки если не сотни пролетарских поэм японских в 19-м году в Японию приехал Давид Бурлюк знаменитый художник и пионер русского авангарда футуризма он провел в Японии несколько месяцев путешествовал по стране выступал с лекциями и оказал колоссальное влияние на японских футурист поэтов и художников в частности молодой поэт Хирата Рентичи и еще один Камбара Тай стали основоположниками японского футуризма и они же под влиянием Бурлюка стали переводить и всячески пропагандировать произведения Маяковского и других футуристов в конечном счете русский футуризм наряду с итальянским определил пути развития мощного движения японского футуризма и наконец 30-е годы к тому времени в общем-то движение пролетарской литературы уже было сильно ослаблено но интерес к России оставался но к середине 30-х годов в Японии пришло власти милитаристское правительство и начался так называемый период мрака начался период репрессий который коснулся многих прогрессивных писателей некоторые погибли хотя не очень много прямо скажем некоторые были арестованы но некоторые все же сумели пронести верность идеям русской революции русской духовности последним таким бардом прославившим Россию был Огума Хидео который уже в 30-е годы в эти темные годы гонений на все русское выпустил сборник со стихами такими как О Волга река песня выезжающей коляски тоже подсказанная город тоже тройка и еще целый ряд стихов в которых он воспевал великую Россию русскую духовность и русскую революцию ну конечно никто из этих японских поэтов ни в 20-е ни в 30-е годы не мог допустить мысли что Октябрьская революция была по сути роковой исторической ошибкой что она породила кровопролитие геноцид гонения на писателей и художников все это в общем-то оставалось для японской интеллигенции того периода за кадром если в Европе ну и в Америке русские иммигранты об этом много говорили писали выпускали книги то в Японии может быть они об этом и говорили но мы об этом мало что знаем в Японии русские иммигранты ну такие как сестры Бугновы пропагандировали русскую живопись русскую музыку русскую культуру в целом Варвара Бугнова тоже кстати преподавала кроме прочего в Татийском университете иностранных языков мы с ней в каком-то смысле коллеги оказались образ России даже в эти темные годы оставался для японцев довольно-таки светлым в отличие от Запада и как ни странно советскую культуру и литературу японцы в целом восприняли как законного преемника дореволюционной русской литературы и вообще культуру советскую как преемника дореволюционной российской великой культуры этот образ доминировал практически все время весь период вплоть до 91-го года японцы никогда не стремились как-то опорочили советскую культуру они не писали ничего плохого о советской культуре они не публиковали как правило произведения российских диссидентов за редчайшими исключениями ну прорывом конечно стали сочинения Солженицына которые они в конце концов публиковали но даже Солженицын не повлиял так радикально на изменение образа и до конца вплоть до падения так сказать советской власти японцы все-таки верили в то что советская Россия это ну в общем земля обетованная такая или иная но все же земля обетованная для них было большим разочарованием крушение Советского Союза но тут они поверили вот в начале 90-х когда я приехал в Японию уже так сказать чтобы там надолго поселиться ну с конца восьмидесятых по сути но особенно после 91-го года в Японии царило убеждение что теперь начнется великое возрождение великой России и надо сказать что я в тот момент в те годы опубликовал там две книги довольно большие о перестройке ну так предперестройщем периоде перестройке и непосредственно в общем после то есть одна книга вышла в 91-м году а вторая в 93-м как продолжение они были восприняты там вообще-то на ура печатаны с большими тиражами со множеством рецензий но японцы отказывались принимать ну выводы которые я там делал в этих книгах выводы были не очень утешительны то есть мой прогноз для России уже ельцинский был негатив то есть я писал что в ближайшие десятилетия ничего хорошего в России ждать не приходится японцы мои коллеги друзья они вообще-то просто негодовали говорят ну как-то можно ну посмотри Россия наконец-то очнулась от сна и на обломках самовласти вот сейчас все напишут ну я я говорил что знаете при всем уважении и к вам и к России я вашего оптимизма никак не разделяю и ну вы почитайте повнимательнее то что я там пишу в этих книгах я думаю что вы тоже поймете что не все так просто и так оптимистично но с главным редактором центрального общественного журнала Чоуфорова центральное обозрение где печатались там главы моей книжки мы даже поспорили я как ленин сказал приезжайте к нам через 10 лет как он напутствовал Уэлсом вот я сказал приезжайте через 10 лет посмотрим и мы с ним встретились действительно где-то может быть лет через 10 или около того и я просил ну как вы посмотрели это было где-то конец 90-х а он сказал да я все понял ну вот а теперь вступим в новое тысячелетие и посмотрим дальше продолжая наблюдать ну а в целом ну а в целом сегодня японцы к сожалению все же охладили русской культуре видимо последней соломинкой для них стало вот как бы неудачное в общем неудачное возрождение неудача этой русской перестройки они ожидали другого когда они увидели ну прежде всего русисты а потом и вообще народ в целом когда они увидели что из этого не очень-то хорошее что-то получилось они стали резко на глазах как бы охладевать там ну уменьшились наборы на русские отделения университетов и вообще Россия стала как-то отодвигаться на задний план сегодня опросы населения показывают что большинство японцев вообще-то к России относятся отрицательно ну то есть к русским просто как таковым гражданам относятся неплохо но к стране государству относятся в целом плохо ну насчет русской культуры нет ну она продолжает конечно в каком-то смысле согревать душу но ее всенародная такая популярность явно утрачена вот когда я только приехал ну там конец 80-х начало 90-х вся Япония пела русские песни во всех караоке клубах было огромное количество на японском там русских песен да собственно они и сейчас там есть никуда не ушли но их уже просто не поют интерес к ним тоже в общем-то утрачен ну и вот ушли те люди которые были верными паладинами русской культуры в Японии те что сейчас есть нет они тоже конечно они делают свое дело русистые но это уже немножечко не то то есть Россия из страны всеобщей духовности из Индии духа перешла в категорию обычной какой-то не слишком привлекательной зарубежной западной военной сверхдержавы вот собственно говоря и все в этом качестве ее я сейчас в основном воспринимаю ну на этой немножко печальной ноте я пожалуй закончу свое повествование если есть вопросы прошу русские писатели также интересовались Японии начале 20-го я вспомнил о Куприна русские писатели да очень интересовались конечно капитана штабс-капитана Рызникова Куприна да и да собственно русские поэты серебряного века почти все отдали до Японии у Брюсова огромное количество стихов стилизации на японские темы нельзя назвать переводы но стилизации у Бальмонте даже у Хлебникова есть у Белого ну российские писатели собственно и до революции немало писали о Японии и увлекались а после революции как известно Кельмяк написал две большие и очень интересные книги японский театр оказывал огромное влияние в частности на Эйзенштейна который воплотил некоторые принципы кабуки вот в Иване Грозном интерес к Японии не ослабевал вплоть до того что 30-е как раз в 38-м году всех российских японоведов за малым исключением посадили как японских шпионов за то что слишком активно пропагандировали японскую культуру в общем они провели немало лет в Угерях в том числе моя непосредственная учительница Ирина Ивановна Йохова и ее учитель Николай Кун все сидели за то что просто за то что изучали японскую литературу в Культуру но этот интерес не угас мы же видим что в общем-то даже 50-е 60-е годы это был совершенно осмысленный интерес к Японии а сегодня здесь в России у нас есть практически все что есть в Японии все клубы и кружки по интересам которые можно найти в Японии все традиционные японские искусства почти что японские ремесла боевые искусства все это цветет у нас пышным цветом причем к счастью оно как бы цветет под покровительством японских сенсеев сейчас связи с Японией у всех почти что прямые люди ездят в Японию люди аттестуются в Японии это это очень хорошо хотя бы то что в Москве и окрестностях около 600 японских ресторанчиков ресторанов тоже говорит о чем то в той же Вене их 10 раз а может 15 раз меньше так что да это можно было бы назвать взаимным интересом но сейчас в Японии ответного интереса нет хотя там проходят нити фестиваля русской культуры практически ежегодно но они такие локальные в общем-то большого отклика они не получают и повторяю в общем к русской культуре отношения такое уважительное но она перестала быть ну как бы альтер-эго национальной культурой японской она утратила эту к сожалению но еще вопросы а вот начало 20 века тот же Тбатей он как-то проблематизировал проблему перевода ну вот что и Руф и Клинилиц как это все через ну это отдельная тема Тбатей вообще считается создателем нового японского литературного языка который представляет собой как бы слияние классического и разговорного языка он возглавил такое движение гэмбун и слияние и тоже да это отдельная тема как формальные особенности русской литературы повлияли на японскую игра от Гоголя очень многое взяли писатели в плане ну такого живого диалога очень многое взяли в плане вот пейзажных описаний и утвердения того же Гоголя ну всевозможные психологические интроспективные такие аналитические моменты у Достоевского и Толстого все это повлияло на японцев и на Тбатей в первую очередь Тбатей сам был писателем он опубликовал большой роман плывущее облако где попытался воплотить в общем-то все лучшие принципы русского реализма до какой-то степени ему это удалось нельзя сказать что это такое уж замечательное произведение но все и в общем у него было множество последователей это без спор то есть русская литература сыграла свою революционную роль в Японии безусловно сегодня конечно нет она уже этой роли не играет да собственно говоря знаете Толстых и Достоевских как-то поубавилось в России уже нечем так влиять ну вот тот же Камаяма который перевел так удачно братьев Карамазовых перед этим весьма увлеченно переводил Владимира Сорокина одно время ну кстати Сорокин он его и пригласил преподавать в Татистическом Университете Иностранных Музыков Матарским два года вместе можно сказать почти за одной партией еще подавали но Сорокин кто читал это очень специфическое прода все же такая чернушная немножко даже не немножко а сильно и вот в конечном счете когда я ну спрашивал допустим там студентов других университетов а что вот вы знаете любите и современной российской прозы они мне уверенно отвечали ну конечно Сорокина а еще что а больше ничего ну в общем ну в общем в свое время переводили и активно пропагандировали я повторяю всю советскую классику и Шолохова и Леонова ну в общем-то всех поэток типа там Воднесенского Евтушенко Ахмадулина всех переводили сегодня ну так это в порядке эксперимента кое-где кое-что переводят но ориентиры утеряны я бы сказал так реальных таких ориентиров в этом постсоветском пространстве у японцев нет да в общем-то и у нас нет еще какие-нибудь вопросы все да у меня есть небольшой вопрос значит вы в общем-то сказали что переводы русских произведений на японский очень быстро теряют свою удовольствие то есть условно 20 лет это даже по сути не поколение честно говоря мне это очень тяжело как-то выкладывается в голове вопрос а чем обуславливалось такое быстрое вот такое резкое изменение языка что даже целый перевод ну вы знаете трудно сказать японцу вообще склонна вообще-то такая специфическая тема японцы с одной стороны очень консервативны а с другой стороны как мы знаем они склонны к восприятию разных прогрессивных течений и очень быстро их комментировать в области языка ну после войны была проведена реформа японского языка и в результате ну во-первых полностью отпал китайский который был вторым обязательным языком всегда а тут он отпал сейчас он возвращается уже как бы бумерангом мы знаем почему так же как он по всему миру уже возвращается но он напал кроме того была сокращена эротифическая база очень существенно если до войны она составляла там может быть около трех с половиной тысяч роботов после войны 1850 примерно знаете хотя там они освоили такую странную систему подписывания эротифов ну как бы транслитерации но в общем-то все-таки это читать неудобно и как-то ну плохо а старые переводчики они наоборот изощрялись в красивых иероглифах подбирают эти красивые иероглифы для сложных русских понятий причем чем старее были эти переводчики чем они были выше образованные и чем они были изощреннее тем сложнее становился перевод он был очень красивый но сложно считаем к сожалению это не только к переводу все относится это относится к кардинальным сочинениям великих японских писателей 20 века понимаете ну некоторые из них оказались более-менее легкими и прозрачными вот Калабата Исунари лауреат Нобелевской премии он до сих пор читается более-менее спокойно а вот другой величайший классик японский это Ниндзати Джина Чиро который тоже был номинантом на Нобелевскую премию и он на мой взгляд получше Калабата он читается чрезвычайно трудно и современные японские молодые люди его читать просто не могут и не хотят может и могут с трудом потому что там приписывают и в общем стараются при издании делать текст как читали но им это трудно в общем трудно а если трудно они за это не берутся и так вот утрачиваются ну не полностью но тем не менее великие произведения классики и средневекового и нового времени то есть они как бы переходят в категорию музейных ценностей их изучают специалисты они конечно числятся в сокровищах национальной литературы но люди перестали читать и так происходит в общем вот со всеми даже вот величайшее произведение японской классики повесть о Гензи первый в мире великий огромный роман ну нельзя сказать что он уж так труден но его в 20 веке дважды перевели на современный язык крупнейшие писатели нового времени один из них вот тот же Тенензатин Дженачиро а второй это крупнейшая поэтесса 20 века вот Ясонатик они не поленились перевести этот многотомный роман и опубликовать на красивом современном языке но их переводы уже давно устарели они были сделаны в 20-е годы 20 века и никто их уже сейчас читать не будет при том что это было сделано крупнейшим писателем мастерами стиля но нет и поэтому сейчас знаете как знакомиться с повестью о Гензи в основном в Японии по мультику да и многие другие классические произведения тоже экранизируются именно в виде мультиков аниме и все и этого считается не то что достаточно но в целом так может может и ничего вот такая печальная в общем судьба в японской классике поэтому даже японское правительство осознал эту ситуацию и видимо понимая безысходность ситуации прогласила программу пропаганды японской культуры за рубежом не классической а как раз наоборот и вся эта программа вот сейчас уже много лет имплементируемая в России и в других местах в основном называется Cool Japan крутая Япония манго аниме косплей всяческие там элементы массовых субкультур вот это выдается за основную направляющую японской культуры сегодня да отчасти так-то оно и есть это действительно сейчас становится вектором развития японской культуры ну классику не отбрасывают никто ее сжигать не собирается наоборот ее с уважением в общем-то собирают систематизируют изучают и кладут на пол там в буквальном смысле вот на полках там она и остается причем на полках не в личных библиотеках у японцев не популярна сейчас личная библиотека а только где-то в библиотеке публичной вы можете найти эту классику но мало кто ее ищет а издавание ее издают да ну в японии богатые издатели они в отличие от наших не гонятся уж так прям только за выгоды поэтому они издают классику в том числе выходит серии большие классику можно найти экскурсных магазинах но опять-таки число покупателей крайне ограничено но и это тоже знаете ли относительно потому что все-таки япония это 142 миллиона человек это довольно комогенная такая человеческая масса получившая ну единое хоть и не очень-то хорошее но какое-то образование все умеют читать и вот в этой массе находится некоторое количество все-таки любителей литературы даже классических и это мизерное количество мизерный процент все равно составляет ну какую-то величину больше чем в России как бы намного но всенародные известности японская классика больше не имеет если у нас литература все-таки проходит худо-бедно вколе так ну как литературу то у Японии все этого давно уже просто нет еще вопрос но все равно страна хорошая спасибо 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 Спасибо.